Fox News, заключив соглашение на сумму 787,5 миллионов долларов с Dominion Voting System, сталкивается с новым судебным иском на большую сумму в 2,7 миллиарда долларов от другой компании, занимающейся технологиями голосования Smartmatic USA, за освещение разоблаченных фальсификаций на выборах. Ну интересно, будет ли у нас теперь эффект домино с точки зрения других дел, особенно дело Smartmatic, которое является очень крупным делом на 2,7 миллиарда долларов. Это предполагаемый ущерб для Smartmatic, так что было бы очевидным, где Smartmatic сказала. Ну и дела, может быть там следует продвигаться вперед к судебному разбирательству, но также быть открытым для урегулирования. Ясно, что теперь у них есть конкретная сумма, которая составляет примерно половину от того, что Dominion пытался получить в вердикте. И даже если предположить, что они сойдутся на половине суммы, и вы увидите, это все равно будет больше миллиарда долларов. А имея прецедент, если они не согласятся его выплатить, тогда они выплатят полную сумму в качестве компенсации по вердикту. Dominion обвинила Fox и ее материнскую компанию Fox Corporation в том, что они разрушили ее бизнес, выпустив заявление о том, что ее машины использовались для фальсификации президентских выборов США в 2020 году в пользу Джо Байдена против президента Дональда Трампа. Fox и ее материнская компания Fox Corporation предотвратили шестинедельный судебный процесс в Верховном Суде Демократического Делавера по сделке, который составляет половину от запрашиваемого Доминио суммы, но по-прежнему является крупнейшим соглашением о деформации, которое публично объявила американская медиа-компания. Fox, одна из более влиятельных кабельных сетей в мире и дом для многих консервативных комментаторов, признала в своем заявлении во вторник, что демократическая судья сочла некоторые утверждения о Доминио ложными и выразила надежду, что сделка поможет продвигаться вперед с этим вопросом. Иски, возбужденные компаниями, производящие машины для голосования, угрожают и другим республиканским медиа-ресурсам. Есть две небольшие сети OAN, One American News и Newsmax, против которых есть также незавершенные дела, заявили юристы скандально известной Dominion Voting System и Smartmatic. Но что интересно, так то, что у этих республиканских телевизионных компаний нет таких финансовых ресурсов, чтобы урегулировать ситуацию на том уровне, который мог бы урегулировать Fox News. Дело Smartmatic против Fox должно быть передано в суд в 2024 году.